Итак, мы продолжаем тему экономики, экономических показателей и в целом того, как мы будем жить в следующем 2019 году. В гостях у нас председатель Приднестровского республиканского банка Владислав Сергеевич Тидва. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, собственно говоря, вопрос первый, который касается вот непосредственно вашей работы, ваших подсчетов. Это то, о чем все говорили. Все ждали, каким же будет курс рубля по отношению к доллару на следующий год. В итоге валютный коридор 16.10-16.50. О чем говорят эти показатели? Коридор на этот год был 16.10-16.50. На следующий год он определен, он чуть уже 16.10-16.50. Это говорит о том, что прогноз платежного баланса, то есть наших внешнеторговых отношений, плюс тех доходов, которые будет получать наша страна в следующем году, плюс из-за рубежа, плюс движение трансфертов как государственных и частных, да, то есть как бы все эти составляющие как бы позволяют нам говорить о том, что мы можем вот этой цели в виде коридора 16.10-16.50 по обменному курсу добиться. То есть, вот платежный баланс, чтобы было понимание, как бы ключевой фактор, который влияет на обменный курс, это состояние платежного баланса. Исходя из его прогноза, мы, в общем-то, и выходим на цель по обменному курсу. В нашей экономике все стабильно получается? Ну, не все так радужно, как хотелось бы. Конечно же, есть и плохие новости, мы их ощущаем уже в этом году. Это введенные санкции против одного из наших системообразующих предприятий, Молдавского металлургического завода. Это так называемая торговая война, которую ведет США и которая тоже, к сожалению, затронула наш металлургический завод. Это привело к введению квот со стороны Европейского союза на поставку металлопроката. А Европейский союз – это основной рынок сбыта продукции нашего металлургического завода. Это и традиционная проблема последних 5-6 лет ослабления валют наших основных торговых партнеров. Все вы знаете ситуацию по российскому рублю. Он очень сильно просел в районе где-то 17-18%. К сожалению, те же самые тенденции мы наблюдаем и в отношении европейской валюты. И евро ослаб где-то на 6-7% в течение года. Вот как бы это те риски, с которыми мы столкнулись в этом году, и это те риски, с которыми мы будем сталкиваться в следующем году. Но несмотря на все эти риски, мы исходим из того, что цель, установленная в рамках денежно-кредитной политики на следующий год, она достижима. Инфляция составит по прогнозам примерно 5-6%. Как можно оценить этот показатель? Это большая инфляция или нет? В этом году было больше. В этом году мы, скорее всего, выйдем на инфляцию где-то в диапазоне 9-9,5%. По следующему году мы прогнозируем, исходя из заданного валютного коридора, инфляцию где-то в диапазоне 5-7%. Ну, у себя в ДКП мы прописали 6 плюс-минус 1%. Традиционно на инфляцию у нас влияют три фактора. Это цены на тарифы, на коммунальные услуги, это обменный курс. И серьезное влияние оказывает так называемая импортируемая инфляция. Это то, что мы привозим из-за рубежа. Учитывая, что значительную часть потребительских товаров мы импортируем, включая и горюче-смазочные материалы, то, естественно, мы подвержены вот этим инфляционным рискам, которые проявляются в тех странах, из которых мы импортируем ту или иную продукцию. Здесь яркий пример с горюче-смазочными материалами. Часто это связывает с ростом обменного курса. На самом деле, у нас в большей части они дорожают из-за того, что дорожает нефть на мировых рынках. Естественно, это не может не сказываться на стоимости ГСМ. Лустав Сергеевич, а как Вы оцените принятый в первом чтении бюджет? Рост пенсии и зарплат, в частности, заложен. Другие важные экономические показатели. Фонд капитальных вложений продолжит работать. Фонд развития предпринимательства. Этот документ, как экономист, как Вы можете оценить? Я исхожу из того, что правительство добьется сбалансированности бюджета. Это очень важный показатель в части бюджетного планирования, бюджетного процесса. Потому что сбалансированность позволяет не включать печатный станок. И, соответственно, использовать эмиссию для финансирования дефицита бюджета. Это очень важно. И это является одним из ключевых условий достижения цели по обменному курсу. Печатать деньги не будем. Печатать деньги не будем. Это ключевое условие по достижению коридора 16.10-16.50 в следующем году. Владислав Сергеевич, в этом году удалось официальный курс и коммерческий, который в банках, разницу между ними минимизировать. Практически нет разницы. Практически нет разницы. От чего это зависит и каковы прогнозы на следующий год? Это зависит от ситуации на рынке. У нас многие считают, что курс устанавливается административно. Да, есть вот этот валютный коридор, на который влияет Центральный банк. Но внутри этого коридора происходят рыночные колебания, которые связаны со спросом и предложением. Спрос и предложение – это производная от тех факторов, о которых я вам говорил, от состояния платежного баланса. В этом году у нас экспорт вырастет по году где-то в районе 90-100 миллионов долларов. Безусловно, это позитивное влияние оказывает на валютный рынок. У нас трансферты вырастут где-то на 27%. Причем связано это как с трансфертами по каналу денежных переводов, там где-то в районе 14-15 миллионов, так и по каналу пенсий и пособий заработных плат. Это тоже оказывает позитивное влияние. Это влияет на предложение иностранной валюты на рынке. Если посмотреть на ситуацию с нашими банками в части их валютных запасов, то мы обнаружим, что за 10 месяцев этого года остатки в иностранной валюте, в кассах и на корреспондентских счетах наших банков выросли в два раза. Это существенное движение вперед, а показатель, отражающий размер купленной иностранной валюты относительно рубля ПМР, он изменился в разы. На 1 января 2018 года он находился в отрицательной зоне. Практически весь год наши банки отработали в положительной зоне. То есть у них всегда был запас прочности по купленной иностранной валюте. Он и сейчас есть. Есть запас прочности и даже вот эти девальвационные ожидания, которые выросли там последние полтора-два месяца, сильно выросли. Я хочу подчеркнуть, что девальвационные ожидания у нас традиционно высоки. Что бы мы ни делали и ни говорили, они все равно вошли. К сожалению. И на самом деле вся наша работа направлена на то, чтобы эти ожидания снизить. Через открытость, прежде всего, нашей политики, денежно-кредитной политики. Только доверие со стороны людей, со стороны бизнеса к денежным властям позволят эти самые девальвационные ожидания. Инфляционные ожидания, которые следуют за девальвационными, так как у нас обменный курс сильно влияет на цены, снизить. Вот даже несмотря на этот рост девальвационных ожиданий, у рынка есть запас прочности, его не сломить. То есть ничего страшного, я поэтому и говорю вот уже в течение всей этой недели, что ничего страшного как бы не происходит и не произойдет в краткосрочной перспективе. Есть запас прочности, банки находятся в длинных позициях по иностранной валюте, поэтому люди зря несут потери сейчас, покупая валюту дорого, а потом продавая ее дешевле. То есть вот лучше, наверное, этим не заниматься. Это выбор каждого, конечно, но это дополнительные потери просто в любой семейный бюджет. А вот после того, как объявлен уже курс на следующий год, объявлен этот валютный коридор, как вы считаете, вот эти девальвационные ожидания, они наконец-то снизятся, придут к нормальному значению? Я думаю, да. Но это понадобится неделя-две времени. Ну вот я бы еще на что хотел обратить внимание. Вы помните, мы в 2018 год начинали с курса 16.85. Затем за счет роста вот этого самого предложения на рынке, да, курс был снижен. Именно за счет этого мы вот эту разницу как бы смогли уменьшить между официальным и рынком. Не мы смогли уменьшить, это еще раз говорю движение рынка. Невидимая рука рынка. Да, да, да. Тут как бы благодаря тому, что банки активно занимают позицию, в ближайшее время девальвационные ожидания будут, я думаю, уменьшены. Наши опросы показывают, мы проводим подобные исследования о том, что девальвационные ожидания, инфляционные ожидания очень высоки. Они в два, в три раза выше относительно текущих уровней девальвации, относительно текущих уровней инфляции, к сожалению. Сейчас нам надо их снизить и я думаю, как бы ситуация на наличном рынке стабилизируется. Хотя вы знаете, что декабрь месяц у нас как бы не за горами, здесь время каких-то поездок, это время, когда люди хотят, может быть, приобрести какие-то потребительские товары в сопредельных странах. Здесь тоже где-то будет присутствовать фактор, как бы, да, этот фактор будет присутствовать, то есть будет приводить к повышению спроса на иностранную валюту. Но еще раз говорю, ничего страшного не будет и рыночная волатильность, она, ну, возможно, как в одну, так и в другую сторону. Поэтому к этому надо относиться спокойно. Это объективные процессы. Спасибо, Владислав Сергеевич. У нас был председатель Приднестровского республиканского банка Владислав Тидва. Ну и, я думаю, в целом у нас сложилось ощущение, что ситуация под контролем. Спасибо.